Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Это интерпретация стихотворения Маяковского, скрипка, немножко нервная, а на языке кино. Вот что это было. Жанр кинопоэзии. Жанр кинопоэзии, именно так. Вот в связи с этим, когда я вижу жанр кинопоэзии, у меня сразу возникает несколько вопросов. Поэзия, в моем личном представлении, может быть, она неправильная, это что-то больше апеллирующее к эмоциям, к каким-то чувствам. Это что-то такое нерациональное. А кинематограф в большинстве своем основан на драматургии, которая выстроена по определенной логике, неким законам. И вот каким образом некий эмоциональный набор образов, сменяющих друг друга, благодаря какому-то внутреннему чувству, может быть уложено в какую-то кинематографическую систему? Вы знаете, я вас немножко поправлю по поводу кинематографа. Мне кажется, что вы немножко так сузили очень сильно рамки кинематографа, потому что кинематограф, как мне кажется, рассказывает и о линейном, рациональном, реалистичном существовании, так и иррациональном. Как бы, да, и многие фильмы кинематографа построены вообще на иррациональном. Ну, как бы, картины и жанры целые. Здесь не исключение, здесь как раз кинопоэзия, как жанр позволяет, как киножанр, позволяет вести как линейную историю персонажа, например, арка которого состоит из точки А в точку Б, с некой историей, да, так и совершенно нелинейные повествования, ассоциативные ряды, разные кинематографические приемы и так далее, и так далее. То есть, как раз, чем этот жанр и привлекателен, как мне кажется, по крайней мере для меня. Я не знаю, как для остальных, но меня он привлекает. Именно этой практически безграничности, потому что мы можем, в чем, как бы, собственно, суть, да, и, ну, так, громко говоря, цель, если она есть. То есть, захотелось просто стихи, они же просятся на экран, правильно, они, как бы, ну, очень-очень в этом смысле, действительно, вы правы, они эмоциональны и воздействуют, апеллируют к эмоциональной стороне человека, образны. И кино для этого как раз и создано, идеально подходит. Вот, и здесь вся задача только в том, чтобы их женить, поженить, чтобы они друг другу не мешали, чтобы два сильнейших жанра друг другу не мешали, а были направлены оба на то, чтобы раскрыть стихотворение, смысл стихотворения, атмосферу. Как это сделать? Вот это уже, так сказать, безграничный океан. Да, вот у меня, кстати, в связи с этим другой вопрос. Вот прочтение самого стихотворения, то есть донесение его какого-то как раз-таки смысла, какого-то эмоционального посыла, наверное, все-таки лежит на плечах исполнителя, правильно? То есть, в данном случае вас. Согласен. А режиссура с точки зрения визуального ряда, это, наверное, все-таки задача режиссера. Абсолютно вы правы. Нет? Надо же, да, конечно. А, правы? Ну, конечно. Вот, и мне просто интересно, каким образом сочетается и находится, ну, не компромисс, а какое-то просто единое представление и понимание вот этих двух вещей. То есть, может ли случиться некий конфликт, что у вас представление об этом стихотворении одно, да, о его прочтении, о том, как оно должно звучать, а у режиссера его визуальная интерпретация, ну, не ложится на ваше прочтение. Как с этим вот работаете? Ну, давайте начнем с того, что каждый из нас занимается своим делом. И когда мы приходим делать какое-то, да, приходим создавать что-то, мы понимаем прекрасно, я как актер, понимаю, что есть режиссер и есть его задачи. Если я не совпадаю с ним, то я ухожу. Да, и если я уже взялся за что-то, значит, я с ним совпадаю и я выполняю задачи режиссера. Это уже такие первые кирпичи, на которых строится создание любого творческого продукта, спектакля, кино или что-либо еще. Поэтому здесь как бы это, ну, это базисные вещи. Если ты не согласен, ты не работаешь, идешь, снимаешь сам, работаешь с другим режиссером, я не знаю. А если ты ввязался, а вы мой режиссер, я ваш актер, я вас слушаю и выполняю вашу задачу, конечно же, внося свои, задавая вопросы и так далее. Здесь то же самое. На самом деле это, ну, все как в кино, только в очень маленьком. Я просто думал, что акцент, возможно, немножко смещен в сторону того, кто правит бал. То есть, если в кино все-таки режиссер, да, и у него есть сценарий, который он интерпретирует, то мне кажется... То здесь тоже есть режиссер. Вот, и я просто думал, что, возможно, его задача не вторична по отношению к тому, кто это стихотворение воплощает. Я подумал почему-то так. Нет, все происходит как в нормальном кино. Мы делаем фильм, мы его звучим потом или в кадре, или за кадром. И именно режиссер, да, как сказать, вместе с актером находит звучание этого стихотворения для кино. Потому что, конечно же, для кино и в кино, и в поэтическом кино стихотворение звучит совершенно по-другому, нежели бы я читал со сцены. Да, то есть здесь как раз, когда я стою на сцене, мое прочтение, да, здесь именно кинопрочтение, оно должно коррелироваться именно с атмосферой фильма, именно с задачей режиссера, именно с тем, где сказать эту строку и как ее сказать. Потому что это кино, это кино. Это кино. Да, это как бы озвучание уже происходит, да. Но опять же таки, чаше весов должны быть уравновешены. Я в этом смысле не люблю, когда говорят, мы озвучиваем кино стихотворением. Ну, не совсем так, потому что все-таки мы, ну, как бы в этом есть какая-то вторичность, да, озвучание уже созданного продукта. А все-таки мы изначально отталкиваемся от стихотворения. Поэтому здесь не озвучание, здесь как бы вот этот термин я бы не употреблял. Тут наоборот, наверное. А тут и не наоборот. Тут вот в том-то и дело, это очень такая тонкая грань на самом деле, очень в кинопоэзии, чтобы одно не мешало друг другу, и чтобы стихотворение, прочтение, оно было в стиле, да, в эстетике фильма. И чтобы оно, тем не менее, не уходило на задний план, чтобы картинка не затмевала смысл, чтобы смысл проявлялся там, где это нужно так, как нужно, с акцентами и так далее. То есть, по большому счету, это всегда форма, продиктованная материалом. Раз уж мы говорим о поэзии как о сложной как бы структуре, кино определенным образом подстраивается под это. Абсолютно право. Форма диктуется материалом, потому что стихотворение Пушкина и стихотворение Маяковского, я думаю, что будут сняты в разных эстетиках. Наверняка. В любом случае, да. Ну, или даже если в одной, если мы можем сделать это в современном, как бы, да, звучание современной, картинка с современной какой-то историей, тем не менее, ритм стихотворения, строка, это уже там филологические вещи, строка Пушкинская, строка Маяковского, но это совершенно разные пульсации. Абсолютно. Другие монтажные вещи. Абсолютно. Другой ритм монтажа. Если ты Пушкин, да, ямп и хорей, то здесь такое стокката, такое синкопированное, это, кто здесь? Это, ну, другой ритм, другие гайки, другая пульсация монтажа в том числе. Конечно, конечно. Мне хочется посмотреть скрипку целиком. Я очень прошу наших режиссеров вывести на экран, а пока они этим занимаются. Вот вы затронули эту тему. Каким образом вот найти этот баланс между тем, чтобы изображение и звук каким-то образом были эквивалентны друг другу, чтобы изображение своей сложностью не перетягивало внимание зрителя, и чтобы мы не стали пытаться расшифровывать картинку, тем самым, ну, грубо говоря, забивая канал свой ушной, чтобы вот мы не понимаем уже звук, мы только пытаемся расшифровать картинку. Вот здесь же совершенно какие-то другие методы, мне кажется, работают, нежели в кино. Вы знаете, я вам не отвечу на этот вопрос. Сегодня и здесь, и сейчас, по крайней мере, точно. Объясню почему. Потому что я, давайте там, опять я возвращаюсь, для меня эта фраза такая очень знаковая. Каждый занимается своим делом. Я не режиссер по образованию, да, не режиссер монтажа и так далее. По образованию я актер, никуда не денешься. Но занялся я этим проектом просто из любви к поэзии и из того, что мне очень хочется, чтобы этот жанр существовал. Мне кажется, что просто это, он имеет право на существование абсолютное, как любые другие жанры. Как это делается? Я ищу, так же иду практически на ощупь вместе с режиссерами, которые в этом понимают больше, чем я, которых этому учат, да, как и что делается кино, из чего оно состоит и как складывается. Поэтому это взаимная, прекрасная, творческая такая, творческий поиск такая, такая дорога, да. Я думаю, идем на ощупь, потому что, несмотря на то, что до нас были прекрасные образцы в этом жанре снятые, их было немного, да, и как, ну, постоянного жанра это не существовало. Я вам скажу, что я в своих, ну, как бы вот в начале этого всего пути оттолкнулся от фильма, гениального, прекраснейшего фильма 1977 года выпуска. Андрей Хржановский, старший режиссер, назывался он «Трилогия о Пушкине. Я к вам лечу воспоминаниям», назывался фильм, в котором он соединил документальное кино, анимацию, игровое кино, и закадровые голоса у него были Юрского и Смухтуновского. Это был рассказ о Пушкине с вкраплениями стихотворений, и вот такой совершенно необычный жанр, когда все, вот тогда он смешал все. И это было здорово. И я смотрел, да, и понимал, что, ну, вот это меня, собственно, вдохновило. Как он это сделал? Вопрос к режиссерам. Да, вопрос к режиссерам. Это поиск. Это очень интересный поиск. Но я про то, что режиссеры сильно страдают, когда вот вроде бы хочется что-то такого накрутить, чтобы визуально это было так вкусно, а потом, понимают, перетянет внимание и себя немножко останавливает. Ну, наверное, я не знаю, надо у них спрашивать. Но вы не замечали такого на обсуждении каких-то вот этих общих поисков? Возникают моменты споров, несомненные. Это прекрасно. Вот. Где-то я сам тоже себя проверяю. Опять же таки, ну, вот я вам не дам готовых рецептов, как в аптеке, да? Да, да, естественно. Мы пробуем. Где-то я потом вижу и понимаю, что эта проба была более удачной, это менее удачная. Сформулировать, как бы, да, сейчас законы кинопоэзии вывесить, 10 заповедей кинопоэзии. Не обрежь. Не знаю. Мне кажется, кстати, можно. Не озву, да, 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 ну, или что-то еще. Я не дам. Их нет. Они находятся в пути формирования. Может быть, через 20 лет я выпущу мемуары и буду рассказывать о том, что такое книжку, что такое кинопоэзия, может быть, а может и нет. Вот. Но на сегодняшний день я нахожусь в таком же поиске, как и все мы. А может быть, этих правил как бы и нет? Может быть, сам процесс создания кинопоэзии – это тоже своего рода поэзия, что ты как-то вот подвержен этому импульсу? Конечно. Давайте посмотрим расширенную версию скрипки и потом обсудим. Ай, качи, 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 прилетели к нам крачи. Они сели на ворота, а ворота скрип, 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 а ворота скрип, да, скрип, а Оленька спит, спит. Ай, качи, 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 качи. Прилетели, поглядели, на ворота наши сели. Прилетели, поглядели, на ворота наши сели, а ворота тут скрип, скрип. Качи, 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 качи. Прилетели к нам грачи, прилетели, поглядели, прилетели, поглядели, на ворота наши сели. А ворота тут скрип, скрип. В огромном городе моем ночь, из дома сонного иду прочь, и люди думают, жена, дочь, а я запомнила одно, ночь. Июльский ветер мне метет путь, и где-то музыка в окне чуть, ах, нынче ветру до зари дуть, сквозь стенки тонкие, груди в грудь. Есть черный тополь, и в окне свет, и звон на башне, и в руке свет, и шаг вот этот никому вслед, и тень вот эта, а меня нет. Огни, как нити золотых бус, ночного листика во рту вкус, освободите от дневных ус, друзья, поймите, что я вам снюсь. Бай, бай, поскорей засыпай, бай. Субтитры создавал DimaTorzok Что ж, по техническим причинам мы скрипку посмотрим чуть-чуть попозже, а сейчас вот мы были свидетелями, мы посмотрели фильм Ольги Крамской, который у нас сегодня в студии, предлагаю ей поаплодировать, это был ее фильм. Это был как раз фильм в жанре кинопоэзии на стихи Марины Цветаевой, и хорошо, что мы посмотрели этот фильм именно сейчас. Вот, Анатолий, мне интересно ваше мнение, как человек, который занимается этим уже давно, вот что вы можете сказать по поводу увиденного, может быть, какой-то комментарий дать Ольге, совет насчет вот этого фильма? Да, вы знаете, у меня возникла масса вопросов к тому, что я сейчас увидел. Честно говоря, я, наверное, хотел бы сначала, Оля, услышать, что вы закладывали сюда, в этот фильм, какую историю, про что? Знаете, для меня это такая биоструктурная вещь, когда я это создавала, я не выстраивала какой-то сюжетной линии и прочего, вообще это планировалось показать красоту, в первую очередь, красивых девушек. Давайте я сразу буду задавать вопросы, а зачем, для чего вы тогда взяли стихотворение Марины Цветаевой, и о чем это стихотворение, и как оно коррелируется с вашей темой? Опять же, лично для меня это все сугубо личное восприятие. Я, когда впервые познакомилась с этим стихотворением, оно мне напомнило, ну как бы, оно что-то внутри меня затронуло достаточно глубоко. Я видела в этом что-то настолько между строк, что, возможно, некоторым не понять. Для меня моя работа в первую очередь направлена против борьбы, против, как бы, против насилия над женщинами. То есть, эти пиджаки, это лишь метафора мужчины, и вообще, ну как бы, мужчины нет здесь. Но мы это видим настолько тонко, что это проявляется в синяках на их телах, и то, что мы своим молчанием закапываем друг друга, и потом просто продолжаем жить дальше, и так идет за каждой. И нам не нужно молчать, потому что именно оно нас убивает, и мы сами себя закапываем в итоге. Именно в этом, по словам, я работаю, и... По словам, ваша работа, я примерно понял, вы знаете, я, да, 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 это все читается, на самом деле, и метафора, и символы, все читается. Я одно не могу понять, при чем здесь Цветаева, и это стихотворение. Мне кажется, что на это видео можно положить еще массу любых строчек, любых, ну как бы, примерно связанных с какой-то женской темой, и ничего не изменится. Как вы считаете? Причем именно это я пытаюсь понять, я понимаю, вы его прочитали, и у вас оно внутри что-то, ну, даже невербальное задело, то есть вы не можете, да, сформулировать даже что, да, или можете. Я сейчас пытаюсь вытянуть, да, как бы вывести на разговор о том, что, опять же таки, вот о чем мы говорили до этого, что один сильнейший жанр не должен превалировать над другим. Мое мнение, что в этом случае оно превалирует, потому что вы сняли историю свою на эту тему, которую видно, да, эта тема проявляется в ваших символах и метафорах и так далее. Причем здесь Цветаева и ее, вот это стихотворение, которое, как мне кажется, немножко о другом, а если говорить четко, вообще о другом. И как бы тогда возникает вопрос, при чем здесь женское насилие Цветаева, ее одиночество ночное. Это стихотворение, которое было написано в сборнике, да, и так далее, когда, ну, оно о другом. Вы это наложили друг на друга, эти две темы, ну, как бы несопоставимые. Как вам кажется, ну, вот объясните мне, почему тогда, ну, этот текст, почему этот текст, и как он здесь, как этот текст здесь, как бы проявляется, что ли, или эта тема проявляется, или вам кажется, что это стихотворение вообще о другом? Да, да, так и есть на самом деле. Лично для меня это стихотворение именно об этом. О женском насилии. «Стихотворение Цветаева в огромном городе в моем ночи» о женском насилии. Почему нет? Нет, 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 я просто спрашиваю, просто интересно. Ну, мне так не кажется просто совсем. Ну, поэтому это же круто, что вам так не кажется. Да, да, да. Не знаю, ну, я вижу это так, я сделала, как почувствовала. И для меня это много значит. Только вам большое спасибо за самовыражение, как бы, да, да, то, что вы вот это так почувствовали и сделали. Смотрите, тут на самом деле это такая очень эфемерная вещь и очень такая, очень субъективная история, потому что, как бы, каждый человек может сказать, я вижу там, слышу вот так, да, это стихотворение и так далее, и так далее. А мое мнение, да, и это касается не только поэзии, а в принципе драматургии, за которую мы беремся, а в частности поэзии, что если мы беремся за какой-то текст, да, будь то, там, Цветаева или еще кто-то, или Пушкин, какая наша задача, какую мы себе, я себе ставлю задачу, проявить себя или проявить поэта? Мне интереснее проявлять поэта, проявлять его через свою призму, через свое восприятие этого текста, этого стихотворения и того, что в него закладывал поэт. Мне это интереснее, потому что тогда у нас есть центр, к которому ведутся лучики от 25 тысяч людей, которые, режиссеры, да, там, я не знаю, которые скажут, я раскрою его вот так, а я раскрою его вот так, а я раскрою его вот такими инструментами, а я вот таким ходом режиссерским, но я раскрою его, а не раскрою себя. Мне кажется, что здесь вы раскрыли себя, и, ну, как бы, это не плюс и не минус, поймите, да, это не, я сейчас не говорю, что это плохо, вот здесь вы раскрыли себя, здесь для меня нету Цветаевой, есть вы и в раскрытии на этом тексте ваших вот этой темы борьбы с женским насилием. Вот для меня так. Хорошо, спасибо. Спасибо, что уделили время моей работе. Мне приятно. Спасибо. Спасибо вам. А мне как раз вопрос на задание. А вот где, вот если мы проводим некую грань между тем, что мы раскрываем стихотворение с точки зрения автора его написавшего, и мы раскрываем стихотворение с точки зрения тех смыслов, которых лично мы субъективно находим в этом стихотворении. Да. Вот на канале «Кинопоэзия» там все представленные фильмы, они сняты вот по парадигме раскрытия замысла автора? Несомненно, они сняты все, поймите правильно. Это раскрытие смысла автора все равно через себя. Ну, естественно, каждый режиссер же пропускает эту тему через себя. И эту тему он чувствует ее либо так, либо вот так. Но эту тему, а не какую-то другую. Потому что тогда возникает как раз процесс отхода от автора. Для меня важнее раскрыть его, естественно, через себя. Естественно, вы чувствуете по одному, у вас другая пульсация, у вас другой психотип, у вас другой, да? Вы сангвиник, я холерик. Мы Пушкина раскроем по-другому в любом случае. Да, но мы можем его раскрыть, как вам сказать? Вы, я все время, видите, говорю, его раскрыть, его раскрыть. Конечно, вы сделаете сценарий, там, ребята сделали сценарий, где я еду в ночном троллейбусе, там, да, герой едет. И там, не знаю, нажимает эти фонарики, да? И он. Да, 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 другой сделает это в танце, в кинотанце, почему нет? Но и то, и другое, я считаю, должно быть направлено на раскрытие стихотворения. Потому что тогда этот текст оправдан, что мы его взяли. Иначе можно взять любой другой. Ну, как бы, ну, то есть, просто, как бы, это должно коррелироваться очень сильно все равно со стихотворением и со смыслом. Раз уж мы его берем, то и нужно раскрывать его. Тогда другой вопрос. Задача проекта, он охарактеризован как просветительский, образовательный просветительский проект. Ну, не знаю. Вот, задача которого привлечь внимание людей к поэзии, да, заинтересовать их, показать, что это не только, да, там, возможно, сухие страницы и слова, что это какая-то образность, что это какие-то эмоции. Современные. Да, да, причем современные и понятные, действительно. Может быть, способ какого-то личного привнесения себя в стихотворение это способ как раз сакцентировать на этом внимание, что вот я увидел, например, работу, да, стихотворение, мне, например, знакомое, но я человек далекий от поэзии, его встречаю и понимаю, вот, какое-то очень странное, странное прочтение. И именно это, возможно, меня заставляет перечитать его, проникнуться лично. Несомненно, кинопоэзия – это эмоциональный манук в первую очередь. То есть, в первую очередь, это сильнейший эмоциональный манук, как, собственно, ну и поэзии кино, оно здесь направлено именно на это. Вы знаете, я бы хотел сейчас, если это возможно, технически, посмотреть еще один фильм, где бы я показал, что такое линейное и нелинейное кинопоэзия, грубо говоря. Вот, смотрите, у нас есть пастернак «Земля», это ниже. Вот где, да-да-да, вторая строчка сверху, снизу, бабушка. Вот оно, вот оно, да. Давайте посмотрим его. Просто потом интересно будет обсудить. Мне вообще, в принципе, хочется уже с вами поговорить, потому что мне хочется узнать от вас какие-то еще вещи. Ой, что это? Скип, скип. Ой, что это? Продолжение следует... В московские особняки Врывается весна нахрапом Выпархивает моль за шкапом И ползает по летним шляпам И прячет шубы в сундуки По деревянным антресолям Стоят цветочные горшки С левкоем и желтофиолем И дышат комнаты приволем И пахнут пылью чердаки И улица за панибрата С оконницей под слеповатой И белой ночью и закатом Не разминутся у реки И можно слышать в коридоре Что происходит на просторе О чем в случайном разговоре С капелью говорит апрель Он знает тысячи историй Про человеческое горе И по заборам стынут зори И тянут эту канитель И та же смесь огня и жути На воле и в жилом уюте И всюду воздух сам не свой И тех же верб сквозные прутья И тех же белых почек вздутия И на окне, и на распутье На улице и в мастерской Зачем же плачет даль в тумане И горько пахнет берегной На то ведь и мое призвание Чтоб не скучали расстояния Чтобы за городскую гранью Земле не тосковать одной Для этого весною ранней Со мною сходятся друзья И наши вечера прощания Пирожки наши завещания Чтоб тайная струя страдания Согрела холод бытия Что, как мы это строили Как мы это делали Казалось бы, набор картин Ассоциативные ряды Которые возникли у режиссера В связи с этим текстом Пастернака Но режиссер Аксиния Гок Мы к этому сценарию пришли Наверное, где-то с пятого драфта Если не больше То есть Что главное здесь Как мне кажется Казалось бы, набор картинок И так далее Но Они все Все эти ассоциативные ряды Четко выверены По строчкам По атмосфере Общей стихотворения По контексту Написания этого стихотворения Который Пастернак написал Будучи, находясь В очередном разрыве с женщиной В растерзанных совершенно чувствах В тоске И в каком-то спленудиком И в творческой депрессии И для него наступающая весна Была не клейкими листочками И радужными надеждами О жизни А совсем другой историей Совсем какой-то Авитаминизированный И духовный Душевно Иссякший за зиму человек И так далее И Это контекст Автора Строчки нам говорят Да, что приходит весна Что там вроде бы Вопархивает моль И ползает И все хорошо И дальше Четвертая или третья Строфа И та же смесь Огня и жути Жути На воле И в жилом уюте И мы понимаем Что человеку Нехорошо совсем И тогда О чем мы рассказываем В этом маленьком Нашем фильме Вот этими картинками Мы пытаемся передать Да, они рациональны Они возникают Режиссера в голове И эти женщины Девушки С развивающимися платьями Казалось бы Что О чем Но Если Опять же таки Анализировать Разобрать по кубикам То мы говорим О том Что Этими 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 картинками Да Мы передаем Да Вот эти Маленькие жесты Когда ей тянет Веревочка Стягивает горло Девушки Те Кружащееся Небо Над головой Когда у человека Кружится голова Тоска Общее настроение Музыкальное Больше Чем меланхолия Меланхолия Это немножко Слабовато Сказано Меланхолия Я думаю Не думаю Что у Пастернека В тот момент Была меланхолия У него была Тоска Тоска Мощная Русская Тоска Русского Человека Которая Ну Мощнее По энергетике И Да Всеми Этими рядами Мы Рассказываем О том Что с ним Происходит Внутри О Кружащейся Голове О Смене Времен О том Что каждая Девочка В свое время Превратится В бабушку И она Смотрит На себя Со стороны На себя Будущую А та На себя Прошлую Мы Делаем Связь Времен Мы Рассказываем О Об огне О тоскующем Охраннике Сигаретой Такой нормальный Парень Такой стоит Такой Охранник Да С остриженной Головой Но он Тоже Тоскует У него Тоже В каждом Человеке Сидит Какая-то Заноза Которая Не дает Ему Радоваться Этой весне Ну Не дает И Эти Разрывы Показанные Через Да Там Огонь Который У него В окнах Который В его Душе Когда он Стоит Спокойно Абсолютно Наружно Как Маяковский Курит Сигарету Но что Происходит У него Внутри То что Происходит В окнах Что Происходит Какие Ветра Какие Молнии Жгут Душу Этой Сидящей Значит Такой Аморфной Девушке Которая Изображает Моль Которая Ползает По шкафам По шкафам И выползает Из шкафов Вот Понимаете Я сейчас Рассказываю Об этих Кубиках Из которых Складывается Что Раскрытие Стихотворения Она пропустила Аксинья Придумала Сама Эти ряды Сама Придумала Эти Картинки Что Что здесь О чем здесь О чем здесь Строка Я ее раскрываю Две строки Я раскрываю Их вот так Как они друг с другом Повествование Идет дальше А дальше О чем И та же Смесь Огня и жути Все И начинается Друг за друга Держатся влюбленные Из последних сил При космосе Космос Внутри Влюбленных То есть И вот эти Отражения В стеклах Отражения Символика Отражения Да То есть Как бы Что такое Отражение Как символ То что происходит В окнах Происходит В душах То что мы Смотрим Друг на друга Через времена И понимаем Что я вот Буду вот такой Вернее Вот так Девочка Марта И бабушка Смотрит И говорит А я была Вот такой И последняя строчка Этого стихотворения О чем Опять же таки О чем Куда выводит Пастернак Начиная с весны Заканчивая огнем И всякими ветрами И молниями В душе И куда он приходит К стихотворению В конце О чем он говорит И наши вечера Прощания Пирушки наши Завещания Чтоб тайная струя Страдания Нашего Согрела Холод Бытия Он вообще В экзистенциальную Как бы Он в космос Уходит В холод Бытия Это абсолютно Экзистенциальная Вещь Вокруг Холодная Вселенная Которая Безразлична Которая Все равно Что с нами Произойдет Умрем И как Они просто считают Раз, два, три, четыре, пять Ушли Раз, два О, родились Как бы все Ничего Бесстрастно Наблюдающая Вселенная За то Что происходит Между людьми То есть весь этот режиссерский творческий поиск Он был в предлагаемых обстоятельствах Сформированных этим материалом Несомненно А второй пример Вы сказали что Второй пример Второй пример я бы хотел показать вам стихотворение На стихотворении Левитанского Фильм Вот В нижней строчке правый Да, да, да Другую историю Посмотрим И потом Потом все Потом вопросы Я очень Подписываюсь Он� Я очень Папret Другую Я Мут У Пju У Мут Продолжение следует... 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 Спасибо. Я просто жду, жду, жду. Честно сказать, мне непонятно. Может быть, все тут поняли, но такие у меня есть некоторые моменты, которые вроде как я его ловила. То есть идут раскопки, ищут, видимо, танк, самолет, что угодно. Но потеряли человека, правильно? Так? Как сами вы ответили на этот вопрос? Как-то для себя? То, что вы увидели. Люди сейчас ищут какие-то атрибуты войны. То есть, там, не знаю, те же танки, самолеты, да. А солдат погибший, возможно, который не знает ни имя, ни фамилию, ни кто он такой, про него все забыли. Я думаю, это об этом. Здорово, спасибо. Я потом еще понял, что мне хотелось сказать еще. Извини, Аня? Тем более. Оля. Оль, потом вот прям вернусь. Сейчас мы это обсудим. Слушайте, здесь пример вот чего. Еще кто-то хочет сказать? Давайте, 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 девчонки. У меня такой вопрос. Сколько вообще людям, которые читают эти стихотворения, требуется времени, чтобы не только понять, о чем оно, но и прожить, пропустить его через себя? Насколько это долгий процесс? Актеру? Актеру? Да. Ну, вот у нас был один съемочный день. До этого он, как бы, еще, естественно, его выучил, и мы проговорили. Немножко не понимаю. То есть, ну, это актерская кухня, кому сколько надо, у всех по-разному. Кто-то быстро хватает материал, кому-то надо туда погружаться долго. Здесь, в этом случае, Никита Еленев из Гогольцентра, прекрасный артист, он выучил стихотворение быстро, и потом мы с ним обсуждали долго, как бы, о чем оно, что нужно, как о... Но это уже было на озвучании, да, как бы, то есть, мы уже разговаривали о том, как его читать, грубо говоря, вот в атмосфере этого фильма и так далее. Еще есть? Да-да-да. Я просто поражаюсь, насколько это профессионально все сделано, но в плане вообще задумки и всего этого. Ну, это снимал профессиональный кинорежиссер. Да, я это понимаю, просто когда я первый раз увидела, мне очень понравилось, я имею в виду вообще весь этот проект, спасибо вам огромное, что вы это сделали. Потому что действительно не все любят читать стихи, особенно все. Некоторые боятся, когда проводят какие-то вот такие свободные микрофоны, вечера, но все равно люди через себя переступают, они начинают читать свои стихи либо стихи своих любимых авторов. Вот, и я хотела спросить, вот я так понимаю, что вы любите Маяковского больше всего? Ну, просто вы любите его читать, как я поняла, нет? Я его читаю. Ну... И люблю это делать, правда. Вот. Почему именно Маяковский такой вопрос? И сейчас поясню, почему этот вопрос у меня возник. А давай я отвечу на него чуть позже, потому что мы сейчас о фильмах поговорим, чтобы не уходить в сторону. Я в связи с фильмами еще хотел спросить. Я понимаю, что вам, наверное, возможно, многие из них нравятся, потому что все равно в каждом вы, как я понимаю, принимали участие, да, обговаривали с актерами. Ну, так, да. Вот. А есть какой-нибудь вот самый любимый или там несколько, необязательно, где вы играли? Слушайте, ну, самый любимый какой-то школьный очень вопрос такой, ну, очень какой-то он прям, ну, пожалуйста, детский. Хорошо, который больше всего вас занимает. Я не могу... Это, во-первых, неэтично. Давайте начнем с этого, да? Сейчас буду выделять кого-то. Да, да, я понимаю, что это неэтично. Ну, оставим этот вопрос. Мне это все, как бы, дети, детища, часть души, я просто люблю это делать. Вот и все. По, ну, честно говоря, вот у меня есть некоторые, как бы, преференции, да? Я обожаю смотреть вот именно Пастернака. Я могу его смотреть вот прямо много раз. Вот эти вот ассоциации, нелинейные истории, они мне как-то, знаете, заходят лучше. Я начинаю сам фантазировать. У меня начинаются какие-то там творческие процессы и так далее. Вот смотрите, давайте вернемся к кино. Я вам быстренько сейчас скажу пару слов. Да, почему, почему, почему я выбрал его вторым? Для примера. Для примера как раз здесь очень здоровский, и это тоже из моих один из моих любимых фильмов, пример, как режиссер нашел метафору. Метафору чего? Да, у нас стихотворение действительно о войне, действительно о неопознанном солдате, о неизвестном солдате, да, имя рек, меня никто не знает и так далее, и так далее. От тех миллионов, да, молодых ребят, которые погибли во время войны, неизвестными, закопаны где-то, что-то, как-то, и никто без вести пропал и так далее. Но каждый из них совершил свой маленький подвиг на этой войне. Но речь не об этом, а о том, что Антон Сазонов, режиссер, придумал вот такую историю, как это соединить с сегодняшним днем. Почему мы это, как бы, показываем, не пересказываем просто, что, да, вот куча, мы могли бы показать огромное поле, там, не знаю, да, десятки стоят там, звездочек, салатых самых, или просто ничего нет. И, как бы, да, вот мы забыли, память потеряна, мы забыли об этих ребятах и так далее. Ну, и да. И такого, честно говоря, ну, это привычное такое, ну, первое, что приходит в голову, да, там есть многие фильмы, где вот рассказывается о том, что мы забыли о своих героях и, как бы, вот все, земля сравняла, ничего нету, все. Здесь он придумал здоровскую метафору. Как вы видите, молодой парень, поисковик, да, молодой парень, ваш возраст, 20 лет. Ну, как бы, да, совершенно поисковик, обычный паренек, который не читает стихов, скорее всего, не знает там, может, чего-то. Своих дедов там не знает, если знает, хорошо, допустим, но не думает так часто об этом, да, что его деды там совершили по подвигу, выиграли эту войну, цвиной, ценной своей собственной крови. А он, этот парень, поисковик, выкапывает себя, как вы видите. И в этом, ну, мне кажется, потрясающая метафора, как раз памяти. То есть человек, поисковик просто идет, они, да, у них задание, что-то там они ищут и так далее. И молодой человек задумывается о прошедшей войне, о том, что же все-таки люди, воевавшие на ней, испытывали и кто они были. Он ставит себя на его место, да, он мог быть этим 24-летним летчиком-истребителем, которого сбили фашисты, он вот так вошел штопором в землю и как бы самолет вместе с ним остался там. Он выкапывает себя, он ставит себя на место, вдруг ни с того ни с сего в этом морозном лесу, он ставит себя на место этого человека, которого обломки самолета и так далее, он вдруг понимает, за штурвалом сидел такой же, как я. И вот это выкапывание самого себя, символика, сильнейшая, для меня ну просто это вот огромный удача режиссерская, находка вот этой вот памяти, как он выразил таким образом, да, вот таким вот образом, вот эту нашу память, вот как бы когда мы, каждый из нас, вот сейчас поставьте себя на место той медсестры, которая тащит на себе двух раненых, стягающих кровью солдат, 20-летний со всех жир, напрягает, тащит по полю, да, чтобы дотащить до ближайшей какой-то воронки и там его перевязать. Вот если на минуту себя просто погрузить и поставить на нее место, как бы мы сразу эмоционально всеми своими, да, сосудами прочувствуем, что же они испытывали, эти ребята, такие же, как мы, но что они делали, как они могли это сделать. И вот метафора откапывания, откапывания, выкапывания, откапывания, памяти, да, это все ложится смыслово вот на это, на одно, на другое. И для меня вот здесь как раз пример вот такой мощнейший, простой вроде бы, метафоры, да, памяти. Мы откапываем из своей памяти самих себя. И не дай Бог нам самих себя закопать навсегда. Тогда мы становимся перекати поле и иванами, не помнящими родства. И грошным тогда цена. И никуда мы не будем развиваться, будем стоять на месте, топтаться, и никакого внутреннего развития мы не получим. Скорее, наоборот, деградацию. Вот, вот как бы он для меня здесь об этом. Если вы разрешите не высказаться, то у меня немножечко другая пошла ассоциация. Я когда смотрел, я когда знакомился перед эфиром с материалом, на этом фильме я остановился, потому что он произвел на меня из всех настолько вот впечатление эмоциональное, что я так разволновался, что я отложил такой, подумать, до следующего дня. Потому что у меня прошла немножко другая ассоциация. Вот когда парень выкапывает этого солдата, и вот очень грамотно и хорошо показано, что это действительно один и тот же человек, но он как-то так по-разному смотрит, что это вот вроде один и тот же и в то же время разные. У меня просто есть фотокарточка воевавшего деда, и вот так почему-то получилось, что я ужасно на него похож. И у меня прошла эта ассоциация, и здесь я прочитал это как вот, что мы это продолжение, которое было вот такой ценой заслужено. Несомненно. Кинопоэзия, вот сейчас быстро я еще скажу, потому что у нас осталось немного времени, в чем вообще кайф этого всего, что действительно каждый человек может найти свои какие-то инструменты, поле для фантазии, безграничное. Над нами не висят рейтинги, доли, кассы, уикенды, первый канал, Константин Львович или еще кто-то. Не висит они над нами, не висят. Мы делаем, что хотим, выражаемся, молодые люди выражаются, самовыражаются, самореализация, площадка прекрасная, но тяжелая, непростая. Конечно же, кинопоэзия непростой жанр. Оль, смотри, какая история. Я вдруг подумал, вдруг сейчас сидел и думал, что ты прочитала в этом стихотворении уход какой-то, то есть у тебя представился этот образ девушки, убегающей от насилия, которое творится с ней, не знаю, в семье, в доме, где угодно, и так далее. И у тебя это стихотворение Цветаевой вдруг соединилось вот с этим уходом. Я понял, у тебя убегание от этого в город, в ночь, забудьте меня, не помните меня. Это все, как бы, да, есть в этом жест жертвы, которая отмахивается от своих, да, врагов и куда-то убегает. Это внутреннее убегание от этого насилия. Это вполне может быть. Вот только мне кажется, что, понимаешь, какая штука, в кино ты все-таки больше места уделила именно, именно, как тебе сказать, раскрытие, то есть вот это домужско-женское, танцы. То есть ты вот этой, ну, как бы, ты расконцентрировалась на самом, как бы, исследовании этого насилия, да, женщина, мужчина, как это, что, почему происходит, а не на уходе от этого. Мне кажется, если бы чуть, как бы, сдвинуть акцент на уход, вот как бы, да, экранными спредствами и средствами кино выраженный уход от этого, может быть, это было бы, ну, чуть, как бы, вот, ближе. Тогда бы, как бы, вот, к Цветаевой, как думаешь? В следующий раз я сделаю круто. Ты уже сделала круто. На самом деле, это очень, пока кинопродукт, отдельно стоящий, здорово, там, у тебя в кадре, ты в пластику, да, символы, у тебя эти могилы в конце, все, все есть. Просто, опять же, таки, да, в кинопоэзии, мое твердое убеждение, это должно очень тесно коррелироваться с стихотворением, чтобы, чтобы... Ну, вот, я очень рада, что у нас произошла встреча, потому что, я это сделала впервые, потому что очень заинтересовалась вашим проектом, мне хотелось попробовать себя в этом, потому что, правда, я отходила от стихов, я много чего, но меня не трогала, ничего не трогала, именно поэтому я взяла это стихотворение, и как первая проба это выглядит так, но если у меня будет возможность, я бы продолжала этим заниматься, потому что мне это интересно, и мне бы хотелось развиваться в этой области. Здорово, я очень хочу, чтобы эта возможность у тебя была, потому что мы в Гитре, я надеюсь, что-нибудь совместное с кинопоэзией сделаем, Поэтому это долгий путь, это правда, это очень интересный, но непростой путь, потому что режиссеры уже состоявшиеся, кинорежиссеры, иногда, ну, как бы, да, мы ищем вместе, чтобы это действительно сочеталось с поэзией, не уходило от нее на этой высокой ноте. Да, я рад, что вот наша сегодняшняя тема, кинопоэзия, такой очень непростой, сложный и интересный жанр, вот как-то нас всех эмоционально зацепил, и я предлагаю нам всем уникальную возможность кинопоэзию посмотреть в свою личную. Сейчас Анатолий почитает нам стихотворение, а вы просто закройте глаза и смотрите за картинками. Здорово, хорошее упражнение. Анатолий, можно сказать? Да, 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 конечно, сейчас я просто так, да, я совсем забыл об этом, о том, что мы договаривались что-то еще почитать. Хорошо, сейчас я тогда прочитаю вам стихотворение. Никому не мешаем мы там, нет? Моего как раз любимого, более любимого поэта, не Маяковского, вот, я прочитаю вам стихотворение Бродского, оно очень такое чувственное, и в моей жизни играло большую-большую роль. Дорогая, я вышел сегодня... Ну, закрывайте глаза, вам же сказали, надо закрыть глаза. Вот, закрываем. И я тоже закрою. Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером, подышать свежим воздухом, веющим с океана. Закат догорал на галерке китайским веером, и туча клубилась, как крышка концертного фортепиано. Четверть века назад ты питала пристрастие к люля и к финикам, рисовала тушью в блокноте, немного пела, развлекалась со мной, но потом сошлась с инженером-химиком и, судя по письмам, чудовищно поглупела. Теперь тебя видят в церквах, в провинции и в митрополии, на панихидах, по общим друзьям, идущим теперь сплошной чередой. И я рад, что на свете есть расстояние более немыслимое, чем между мной и тобой. Не пойми меня дурно, с твоим телом, душою, именем ничего уже более не связано, никто их не уничтожит. Но для того, чтобы забыть тебя, человеку нужна, как минимум, еще одна жизнь. И я эту долю прожил. Повезло и тебе, где еще, кроме разве что фотографии, ты останешься всегда молода, весела, глумлива? Ибо время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии. Я курю в темноте и вдыхаю гнилье отлива. Все. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Анатолий, спасибо вам большое. Спасибо вам. Удачи. Я ухожу? Да. Нажимаем. Спасибо.